По приглашению фонда Дрипунгаманг Центр с 4 по 16 июня 2016 года в Москве буддийский учитель Кундылинг Тацак Ринпоче провел обширные учения, в ходе которых даровал различные тантрические посвящения и комментарии на сутру сердца Арья Праджня Парамиты. История перерождения Кундылинга Тацак Ринпоче величественна и знаменита как выдающимися в истории Тибета регентами Далай-ламы, так и духовными наставниками Далай-лам и императора Китая, также Тулку, восседавшими на троне Гаден Триппа. По просьбе своих учеников из сайта «Сохраним Тибет» досточтимый Кундылинг Тацак Ринпоче поделился своими впечатлениями о прошедших учениях и дал совет по изучению и практике Дхармы всем российским буддистам. Вначале я хочу поприветствовать всех друзей под Дхармой, всех, кто слушал учения на протяжении этих дней. Сегодня мы завершили цикл лекций, который длился 8 дней и проходил в столице России, в городе Москве. Несмотря на то, что разъяснение учения шло довольно долго, люди выказывали огромный интерес, каждый был внимателен. Во многих регионах и странах есть те, кто питает веру в Дхарму, учения Будды. Хотя количество верующих велико, многие из них, имея лишь слепую веру, не размышляют, не исследуют, какова она, Дхарма Будды, а так и продолжают руководствоваться только верой. Однако во время этих учений у меня было ощущение, что люди глубоко интересуются Дхармой и уделяют ей большое внимание в жизни. Я видел, что некоторые из них делают записи, конспектируют, и у меня возникли такие мысли. Да, в будущем эти люди будут развиваться и прогрессировать. И я почувствовал, что мои действия с мотивацией послужить этим людям в будущем же могут помочь им. Думаю, это очень важно. Традиционно, буддизм исповедуется в трех регионах России, но и во многих других местах есть сотни людей, которые исповедуют учения Будды, интересуются им, и количество таких людей растет. Помимо роста численности интересующихся и верующих, действительно возрастает и число изучающих Дхарму, тех, кто обрел веру, основываясь на знании. Вот такое впечатление у меня возникло, и, скорее всего, так оно и есть. Я надеюсь и верю в это. На будущее вам надлежит знать, развитие положительных качеств не имеет границ. Если мы испытываем чувство, что благих, добрых качеств у нас достаточно, с этим чувством мириться нельзя. Сдерживание и самоограничение уместно в отношении дурного. Так как развитие благого не имеет пределов, пусть будущие и настоящие последователи Будды в России заложат, а также продолжают культивировать привычку к изучению, проявлению интереса к Дхарме Будды. Будды говорил своим последователям, словно золото, которое расплавляют, режут и натирают, слово мое будет принято пхикшу и мудрецами после долгих раздумий над ним, а не из уважения ко мне. Таким образом, сам Будда указал своим последователям, подвергайте мое учение анализу, проверив полезные и нужные вам наставления, принимайте к практике. Будда показал нам необходимость исследования, проверки полезности учений. И в действительности, для нас необходимость веры и практики, основанных на понимании, имеет ключевое значение. Его святейшество Далай-Лама неизменно подчеркивает это, говоря последователям Будды. «Изучайте Дхарму». Он неоднократно указывал на важность этого и повторяет такое наставление снова и снова. Будь то аудитория монахов или мирян, людей старшего поколения или молодежи, состоящая из женщин или мужчин, всем без исключения он говорит об этом. Поэтому для нас изучение Дхармы крайне важно. Если мы сможем добиться прогресса, если, руководствуясь пониманием Дхармы, станем практиковать, это в самом деле принесет пользу каждому, и польза, благо от этого, будет стабильнее. Если мы через зарождение знания в собственном потоке ума сможем практиковать учение Будды, осуществление Дхармы станет подлинным. Чтобы добиться этого, сначала крайне важно понять фундаментальные положения Дхармы. Далее изучают методы практики. Есть множество стадий и подходов, но их применяют вооружившись знаниями. Чтобы практика учения Будды была подлинной, аутентичной, очень важно приложить усилия в обретении такого понимания. Поэтому всем общинам Дхармы, существующим в России, монастырям, а также отдельным последователям Будды, чрезвычайно важно усердствовать в познании учения. Есть два способа овладеть учением Будды. Во-первых, овладеть теоретическими знаниями. И во-вторых, реализациями. Метод работы с теорией Дхармы заключается главным образом в запоминании слова Будды и изложении, передаче его другим. Важнее же то, что каждому необходимо практиковать три дисциплины, которые являются смыслом, предметом слова Будды. Это и будет освоением учения на практике и его реализацией. Чтобы практика трех дисциплин стала успешной, вначале нужно изучить разъясняющие ее описания. Слово Будды. Без такого знания добиться успеха в практике крайне трудно. Поэтому для всех, будь то буддийская община, монастырь и прочее, ключевым моментом является получение буддийского образования и его укрепление. Очень важно усердно работать в этом направлении. Пользуясь представившейся мне сегодня возможностью, я обращаюсь ко всем вам с просьбой. Пожалуйста, приложите к этому все свои силы. То же относится и к каждому из буддистов-мирян, последователей Будды. Просто вера, вроде повторения «иду к прибежищу Будды», «дхармы», «санхи», безусловно, принесет накопление обширной заслуги из-за превосходных достоинств ее объектов. Однако мы нацелены на достижение постоянного благополучия. А постоянное благополучие, счастье, освобождение от страданий обретается посредством объединения двух накоплений — накопления заслуг и накопления мудрости. Почитание прибежища, чтение обязательных ежедневных практик, совершение даяния и тому подобное — это лишь элементы накопления заслуг. Они не становятся накоплением мудрости. Главное же — в своем собственном потоке ума совершать накопление мудрости. Мы должны искать это постоянное счастье посредством усиления, распространения света мудрости в собственном сознании. В таком поиске, как я уже сказал ранее, крайне важно изучение основополагающих текстов. Его Святейшество Далай-Лама всегда настоятельно призывает к этому своих последователей из всех стран мира. И сегодня я также, пользуясь этой возможностью, прошу каждого из вас. Пожалуйста, повышайте уровень знания Дхармы. Это первое. И второе. Получив эти знания, вооружившись ими, практикуйте. Очень важно практиковать. Таков мой призыв. Я всем вам говорю спасибо. Самыми теплыми чувствами я желаю вам всего наилучшего.